Стоишь, бывало, в Сокольниках, непогожий день и думаешь, а не развернуть ли мне плитку горького шоколада? Ведь еще Чарльз Диккенс говорил, нет шоколада, нет завтрака. Но погодите, у меня что-то очень знакомый этот дом. Дом с логотипом шоколада Бабаевский, это бывшая особняк Абрикосовых, знаменитых кондитеров до революционной эпохи. Этот удивительный дом стал символом процветания знаменитой кондитерской фамилии. Когда-то обычный крепостной крестьянин Степан Николаев прославился тем, что делал изумительные сладости. Фрукты в глазури, мармелад и абрикосовую пастилу. Кстати, впоследствии она и дала ему фамилию. За это он получает вольную и переезжает в Москву, чтобы продолжить свое сладкое дело. Настоящий взлет происходит при его внуке, Алексее Абрикосове, который переводит производство кондитерских изделий сюда, на Красносельскую улицу. А позже при фабрике выстроит и собственный дом. Архитектор Борис Шнауберт возводит для семьи Абрикосова здание в стиле модерн. И говорят, за прототип он взял особняк госпожи Жильбер в Париже. А не создается ли ощущение, что этот дом будто бы говорит сам за себя? Эти изогнутые лепные детали под окнами напоминают вазочки для конфет или варенья. А оконные переплеты с узорами в виде сот – намек на медовые сладости, которые, среди прочего, также выпускались на фабрике Абрикосовых. Причем же здесь шоколад Бабаевский и фамилии Абрикосовых. Здесь все просто. После революции фабрику национализировали и присвоили ей имя революционера Петра Акимовича Бабаева, который к шоколаду не имел никакого отношения. Ну а сегодня силуэт фамильного дома Абрикосовых и поныне красуется на плитках шоколада Бабаевский в качестве их официального логотипа.